Да, всё-таки битва с волками есть в серии, но это как бы флешбек к событиям прошлой серии. Нам подробнее показали как именно Сан, Даймубай и Толстый победили врагов в конце. Пришлось им нелегко, и Тан Сан использовал крутейшую технику скрытого оружия – Тысяча и Одна Ночь. Честно, меня она впечатлила даже больше, чем Лотос Ярости Будды и другие техники. Как объяснялось, Тысяча и Одна Ночь среди скрытого оружия находится на четвёртом месте, но только из-за сложности техники. А результат её действия просто великолепный. В одно мгновение Сан положил сразу всех врагов. После этого Даймубай поглотил духовную кость, полученную в битве. А Байчинсянь вместе с остальными позаботилась о Толстом, который получил довольно серьёзные ранения. Между ними уже завязываются кое-какие отношения. А дальше команда прибыла в город Ханьхай, у самого моря. Здесь Сан решил посетить духовную арену и понаблюдать за мастерами, имеющими морские духи, которые отличаются от привычных им духов. Конечно, это пригодится им в будущем на Острове Морского Бога. А что же нас ждёт в следующей, 162 серии. Как видно из трейлера, Толстый вместе с Байчинсянь сразится со здешними мастерами. Скорее всего, Сан дал им шанс сблизиться и вместе плечом к плечу сразиться с противником. В схватке участвуют по два мастера с каждой стороны, то есть два на два. Поскольку ранг Маханзюня 59-й и он имеет духовную кость плюс высококачественный дух мутант, его по праву можно считать одним из сильнейших духовных мастеров. Их соперники – братья-близнецы, имеющие 58-е ранги. А их козырем является слияние духов, что станет небольшим сюрпризом для ребят. Теоретически, навык слияния на 58-х рангах сопоставим с силой 70-го ранга. К тому же Байчинсянь имеет всего лишь 45-й ранг, поэтому Маханзюню придётся взять инициативу на себя и проявить в бою изобретательность. Даже Сан во время битвы будет немного сомневаться в их победе. Но все подробности этой схватки мы увидим в следующей серии. Думаю, будет очень интересно. А также Тан Сан немного подготовится к путешествию на остров Морского Бога, и подкупит необходимые вещи на аукционе. Всем спасибо за просмотр, пишите в комментариях ваше мнение об этой серии, подписывайтесь на канал и всем пока.